добрый день дорогие наши телезрители подписчики нашего канала меня зовут Иван Васильевич Бабин я агроном садовод с 30-летним стажем сегодня я постараюсь ответить на ваш вопрос который вы чаще всего задаете вот в этот момент чем подкормить сейчас рассаду чтобы она хорошо прижилась и развивалась ну у кого есть жидкие гуминовые удобрения которые делаются на основе вытяжки гуминовых кислот и с всем необходимым набором микроэлементов которые в хилатной форме в такой легко доступны для растений форме используется для подкормки рассады в первую очередь овощных и цветочных культур когда мы их высаживаем эти подкормки можно делать с интервалом две недели с поливом под корень корневые так называемые подкормки и делать не корневые подкормки по листьям с интервалом две недели то есть лучше эти обработки чередовать чтобы раствор сразу попадал на листья микроэлементы попадали в лист и сразу же включались в процесс фотосинтеза можно использовать новое удобрение которое делается из морских бурых водорослей алга супер чайная ложка на 10 литров воды и также можно использовать раз в две недели под корень и с интервалом через две недели по листьям или в чистом виде или если когда будете применять какие-то средства защиты от вредителей болезней по листьям то добавлять и можно это удобрение в раствор значит инсектицидов или фунгицидов можно использовать органы минеральные удобрения биоклад гранулированный или жидкий также для подкормки под корень и по листьям там 50 миллилитров на 10 литров воды ну кто минеральные удобрения предпочитает и использует сейчас есть целая линейка удобрений минеральных гранулированных которые используем значит или универсальные для всех культур или конкретно есть для посленовых для помидора перца баклажана есть для тыквенных огурцов кабачков патиссонов тыквы дынь арбузов для цветов есть отдельно для каждого вида для каждой культуры разные там 20 граммов это столовая ложка на квадратный метр если эти удобрения рассыпаем а потом обильно поливаем или лучше эти удобрения растворять в воде и раствором ополивать из расчета 20 грамм столовая ложка на ведро воды и выливаем например на квадратный метр или индивидуально под каждое растение вот если такие обработки и подкормки вы регулярно будете делать ваша рассада прекрасно приживется ей будут не страшны не вредительные болезни не какие-то климатические вот эти перепады температуры она прекрасно будет развиваться и в итоге даст вам очень хороший урожай ну и в конце давайте подытожим вот из своего многолетнего практического опыта выращивания и рассады и овощей плодово-ягодных деревьев кустарников вот что я хочу еще раз как бы подчеркнуть подсказать на данный момент надежнее для защиты от вредителей почвенных и листогрызущих и для защиты от корневых прикормили других болезней чем престиж и привикур просто нет я их в основном и применяю использую и весной когда сажаю рассаду и потом течение лета и никаких проблем практически нет всегда с обильным качеством урожаем который смело употребляем в пищу ну а из удобрений все-таки я предпочтение отдаю органическим удобрением вот гумина на основе гуминовых кислот с микроэлементами это биоклад вот алга супер значит можно у кого есть больших количествах биогумус перегной использовать их в чистом виде или делать настойку например куриный помет один к двадцати на 200 литровую бочку ведро куриного помета неделю настаивается потом этим раствором поливать если используем любой другой навоз то один к десяти то есть два ведра на 200 литровую бочку неделю настаивается и потом вот этой массой подкармливаем то есть никаких проблем с ростом развитием у вас на участках не будет все будет прекрасно расти и развиваться ну а на этом я с вами пока прощаюсь подписывайтесь на наш канал на ю тубе дача без проблем если кому информация понравилась ставьте лайки размещайте свои комментарии под видео и самое главное присылайте как можно больше разных вопросов на любые темы связаны с садом и огородом мы постараемся на все эти вопросы дать вам исчерпывающие ответы